Новую провокацию приготовили рейдеры, имена которых хорошо известны зрителям нашего канала. Цель этих граждан, как мы считаем, захватить и застроить человейниками возделываемые земли совхоза имени Ленина. Ведь то же самое было сделано с колхозом Горького, Владимиром Ильичем и другими разоренными сельхозпредприятиями ныне упраздненного Ленинского района. Очень жаль, что в этом процессе активно используются представители всех ветвей власти судебно-исполнительной, но закоперщиками всего этого гнусного процесса являются представители так называемой партии жуликов и воров. Пришло время, когда разорили наш колхоз, и все рухнуло сразу. Отняли Дом культуры, ничего нет теперь. Вот уже в 2002 году колхоз был взят вот этими инвесторами. Все у нас отняли инвестора. Долгие годы, до начала рейдерского захвата, ЗАО оказывало материальную поддержку поселковой школе и даже датировало питание учащихся. Павел Николаевич Грудинин так оценил объем оказанной за эти годы поддержки. В школе все, что там есть, даже стул и стол, за которым сидит директор, жена этого рейдера, все это куплено совхозом имени Ленин. Если они попытаются вернуть все, что сделал коллектив, все имущества, которые коллектив совхоза Ленин презентовал, то там будет пустая школа. После насильственного объединения в городской округ и ухода с упраздненного поста главы сельского поселения Елены Ивановны Добренковой муниципальные должности стали занимать ставленники рейдеров. В частности, директором школы стала жена юриста, который представляет в судах против ЗАО сторону рейдеров. Заняв эту должность, Наталья Андреева, по нашему мнению, допустила халатность в обращении с переданным школе по безвозмездному договору от ЗАО спортивным оборудованием, не осуществляя его надлежащее обслуживание и безопасную эксплуатацию. После прихода нового директора в школу ситуация там, к сожалению, кардинально поменялась. За последние полгода на стадионе и на площадке спортивной, есть такая коробочка, дважды падали футбольные ворота на детей, и оба раза были получены травмы. Одна незначительная, другая достаточно значительная. Мы в связи с этим два раза писали в район управления образования письма. Второй раз мы написали письмо, что давайте проведем комплексное обследование, потому что это наше имущество, мы его безвозмездно передали в школе для пользования. Но следить за безопасностью, конечно, должна школа. Одним из пострадавших детей оказался ребенок работника ЗАО Николая Шепелева. На это ЗАО обратило внимание чиновников управления образования, и по этому поводу была сформирована комиссия, в которую была включена Веданова Людмила Владимировна. 28 июня была создана комиссия с целью проведения предмета эксплуатации спортивных сооружений, переданных по договору безвозмездного пользования. От ЗАО «Савхоз» Ленина в школу из членов комиссии присутствовало тогда всего 4 человека. Пройдя по территории школы, сооружения были совместно осмотрены. Имеющиеся дефекты на тот момент я фотографировала на телефон. Был визуальный осмотр того имущества, которое было передано в пользование, на предмет его состояния по факту. Школьный стадион – многофункциональный стадион. В него по факту входят различные оборудования. Это и футбольное поле, и площадки баскетбольные, щиты, беговые дорожки, трибуны. Трибуны состояния отсутствовало. 17 крестил на тот момент. Имелись дефекты в покрытии трибуны. Ну, мусор, я уже не говорю об этом. То есть наличие разностороннего мусора, банки, бутылки, то есть тряпки, которые валяются под креслами. Ну, не очень приглядное зрелище, конечно. Дренажная система для отвода воды, расположенная по краю беговой дорожки. Множественные дефекты, изломы, отсутствие элементов дренажной системы. Непрокрашенные ворота футбольные, то есть ржавчина, которая выступает. Отсутствие сетки в некоторых местах, требующие замены. Хоккейная коробка, деревянное ограждение требует тоже уже ремонта, замены частичных элементов. Ну, вот такого разностороннего плана дефекты. Акт был подготовлен членами комиссии. Три члена комиссии, Андреева, Ефремов и Жданова, подписали данный акт. После чего было предложено подписать мне. Напротив каждой колоночки, напротив каждого оборудования стояла отметка удовлетворительное состояние. Я с этим не согласилась. Сказала, что у нас же имеется фотоматериал. И мы можем еще раз это посмотреть, вернуться. Значит, Андреева была против. Я стала подписывать собственноручно на каждом экземпляре. Их было всего три акта замечания напротив каждой колоночки с указанным оборудованием. И подписала имеющиеся по факту дефекты. После того, как я подписала три экземпляра актов, расписалась, председатель комиссии уничтожила данные акты. Было мне предложено, что будет назначена новая комиссия, будет назначено новое время, и мы еще раз пройдемся. Потому что сейчас отсутствовали, комиссия была не в полном составе. На следующий день нам принесли уже новый приказ с новым составом комиссии. Дополнительно добавили туда людей. По нашей просьбе мы заявили просьбу ходатайства о том, чтобы включить еще одного нашего представителя, начальника отдела капитального строительства, и разрешить видеосъемку производить. Они принесли нам, передали новый приказ. Ну, очевидно, что-то там передумали, и на следующий день принесли письмо о том, что переносится обследование повторно в связи с плохой эпидемиологической обстановкой. Вместо попыток привести объект в надлежащее состояние, директор пишет письмо о разрыве ЗАО договора и требованием за 10 дней учебного года демонтировать стадион, хоккейную площадку, фонтан и другие объекты. К слову сказать, что без них школу нужно сразу лишать лицензии на образовательные услуги. Но что изумляет еще больше, так это то, что в социальных сетях некоторых депутатов появились посты, фактически дезинформирующие жителей, называющие Павла Грудинина инициатором разрыва договора. Эта история как две капли воды напоминает эпизод с Домом культуры. Они точно так же поступили с Дворцом культуры. Сначала отказывались заключать договор на весь Дворец культуры. Потом часть, ну, Центр спорта выехал, а Центр культуры, вот этот вот Жуков, небезызвестный всем остался, захватили Дворец культуры, не дают делать ремонт, не дают нашим детям войти. У нас свыше 400 детей занимается в кружках. Ну и заблокировали полностью работу Дворца культуры. И еще нас в этом и обвинили, потому что они-то отказывались подписывать договор. Они сделали все для того, чтобы, скажем так, никто не мог туда войти, и после этого они вот так себя привели. Здесь такая же ситуация. Судя по тому, что я вижу в Инстаграме, они вчера, я имею в виду вот эти генороссы, мой однофамилец, там это Гаевская, из веков, сидели все у замглавы, новый замглавы пришел, тоже, судя по всему, из Единой России, обсуждали этот вопрос, а сегодня мы получили вот это письмо. Ни одного ответа на сегодняшний день, я же позвонил, ни одного ответа я не получил, единственное, что я сказал, давайте, разбирайтесь, потому что это вообще нонсенс. Оставить детей 1 сентября без стадиона, это, на мой взгляд, преступление. Павел Грудинин пытается объяснить недальновидным чиновникам, к чему приведет расторжение договора в разгар учебного года, но ему отвечают, что с районным начальством все согласовано, и договор продлеваться не будет. Алло. Да, Павел Николаевич, добрый день. Да, если можно, то быстро, если долгий разговор, то давайте чуть попозже. Нет, он быстрый, он быстрый. У вас есть руководитель школы Андреева Н.Ю. Есть такая. Она сегодня написала мне письмо, я вам его быстро прочту. Уважаемый Павел Николаевич, между ЗАУ Совхоз Ленина и школой Совхоза Ленина заключен договор 7-8 безвозмездного пользования от 30-го, 12-16-го года. Согласно пункту 4.1, договор срок его действия до 31 августа 2021 года, то есть вот до начала учебного процесса. А вы сейчас знаете что-то про это письмо, да? Ну, конечно. То есть это согласовано с вами, да? Я в курсе этого письма, да. А как вы это все представляете тогда? То есть вы дали им согласие на вот это письмо? То есть в течение 10 дней после окончания договора я должен демонтировать стадион? Но мы не будем продлевать договор. Но это не значит... Мы же говорили об этом, что пожалуйста, выкупите его. А не хотите продлевать договор, ну возьмите... Представляете, что это такое? Демонтируйте стадион. Возьмите оценочную комиссию, значит, оцените, сколько он стоит, и заплатите деньги, и будете пользоваться стадионом. Ну что, собираетесь учебный процесс без стадиона, без спортивного ядра проводить? Вы можете это сделать? Я нашлицензию получал на основании того, что есть там стадион. Представляете, сейчас я... В соответствии с этим немного непонятным письмом демонтирую стадион, у вас что, лицензия не полетит? Павел Николаевич, у нас есть свое видение этой ситуации. Ну так изложите мне его, потому что просто демонтировать стадион, это поставить под дар учебный процесс. Но если вы понимаете сроки, то получится, что я его начну демонтировать, вывезу все оттуда, это будет уже учебный процесс. А в учебном процессе вы сможете построить там новый стадион такого же типа? Ну, земля-то останется, соответственно... Нет, подождите, земля останется, но вы понимаете, что такое стадион? Стадион это в том числе, скажем так, оборудование, то есть там же лежит система водоудаления, значит, это же не просто такое сооружение, просто абы какое-то. А вот еще демонтировать какую-то хоккейную коробку, перенести ее, это еще можно. А стадион это выкопанная яма, там, допустим, метр, потом засыпанная песком, лежат, немножко так, эрогационное сооружение, воду отводит, вот, и трибуны, и все остальное. Сейчас, а зачем, какой смысл это в этом? Объясните мне. Чтобы потратить много бюджетных денег, что ли? Вы с этой главой согласовывали? В бюджете на то, чтобы построить новый стадион в школе нет денег, я это точно знаю, потому что я директор, не только директор, я еще и депутат. Что вы собираетесь, учебный процесс прекратить? Спортом не заниматься? Нет, в чем? Чем? Как вы думаете, сколько нужно, чтобы демонтировать стадион? Если я начну 1 сентября, когда я закончу? Я не знаю, когда вы закончите. Ну, я вам могу сказать, что это не один месяц демонтировать стадион. Это мне надо снять стойки освещения, значит, разобрать трибуны, вывести искусственное покрытие. Вы же знаете, что это за стадион? Там же везде искусственное покрытие и все остальное. Свернуть это все? Нет, я о другом. Вы зачем все это делаете? Какой смысл-то? Вы мне объясните. Потому что решение о выкупе не принимается. Вы с главой это обсуждали? Ну, этот вопрос обсуждался, да. С главой? Ну, я не знаю, с главой, наверное, нет, но с замом, да. А зам это кто сейчас? Домоневская Ольга Викторовна. Павел Николаевич, текст этого письма, он согласован. Я думаю, что нужно искать компромиссы, а не предупредить вот такие письма. А подготовлены компромиссы? Ну, я же вам говорю, вы пишете там ничто. Еще раз. Главное, это не то, чтобы начальство было довольное, или какой-нибудь дебил, который там, скажем так, сказал, давайте укусим Грудинина еще раз, а главное, чтобы люди не страдали. Если вы будете думать о детях, А мы всегда о них думаем. Ну, а что же вы написали-то тогда? Ну, нет, уберите, ну, слушайте, еще раз, есть же понимание о том, что для того, если мы начнем убирать с 19-го сентября, как здесь написано, то уж точно пострадают дети. Они не смогут заниматься спортом. И поэтому, если вы думаете о детях, такое письмо писать нельзя было. А если вы думаете о том, как укусить совхоз, то вот, пожалуйста, вам пример, Дворец культуры. Мы писали письма районной администрации с просьбой заключить договор аренды администрации на все здание. В результате, половина здания, которое освобождено, работает, спортзал, а другая половина была заблокирована какими-то бандитами. А муниципалы их прикрывают. Все. И мои 400 детей, которые, не мои, а дети, которые ходят в наши кружки, не могут войти во Дворец культуры. Хотя здание принадлежит совхозу Ленина. Здесь такая же история. Еще раз. Если вы думаете о детях, то никакого смысла 1 сентября разбирать стадион нет. А здесь написано дословно следующее. И сейчас, давайте... Я вас услышала, я еще раз подниму этот вопрос. Что остается делать? Со своей стороны, наш канал решил проинформировать родителей, чьи дети учатся в этой школе, о намерениях директора Натальи Андреевой разорвать договор с ЗАО. Думаем, что родители должны озаботиться о происходящем и начать писать обращения в соответствующие инстанции. Прокуратуру, Министерство образования, к руководству партии «Единая Россия». Со своей стороны, Павел Николаевич заверил нас, что настаивает на продлении договора безвозмездной аренды с четким определением ответственности за безопасную эксплуатацию оборудования. Наши предложения понятны. Мы считаем, что договор этот надо продлевать. Надо определиться, кто же все-таки отвечает за безопасность в этом договоре. Надо определиться, муниципалы пользуются им и днем, и в момент учебного процесса, и вечером, когда туда приходят на занятия центр спорта муниципальный, что они должны нести полную ответственность и должны тратить деньги на содержание в том числе. Потому что мы очень много делали и делаем, и в прошлом году мы ремонтировали, но нельзя же все время сесть на шею и погонять. Спасибо, что остаетесь с нами. Это ТВ Совхоз. До новых встреч. До новых встреч.